Куда мы едем Это сюрприз Ты знаешь, я не люблю сюрпризы Даю маячок Да не надо Мы едем выбирать тебе свадебный подарок Мне сейчас не до подарков Ты же видишь, в каком я состоянии Вижу, у тебя депрессия Перед свадьбой это обычное дело Сейчас купим тебе одну штучку И все станет нормально Что ты за человек? Я говорю, что мне плохо, а он купим и станет нормальным Откуда этот уповеренный, что все можно купить? Просто хотел как-то тебя развлечь Прости, если обидел Хочешь, отвезу тебя домой Мне все равно Дома папа Хрен резьки не слаще Куда мы хоть едем? В один магазинчик, где тебе приглянулась одна штучка Ну, перестаньте усюкать Ну все, извини, извини Марина уехала В Англию Да что вы, ё-моё, раскисли все Мариночка, доченька уехала Можно подумать, что она на Колумбу уехала Слава богу, в Англию, не куда-нибудь Учиться там будет Мужика себе найдет Нарожает кучу киндеров Будет нам фотки присылать А мы туда ездить Да уж Гадость какая Ну и что это за штучка? Мы уже были с тобой в этом магазине неделю назад, помнишь? Нет Ну как же У тебя была депрессия Я привез тебя сюда и... Валер, давай поколучше И тебе приглянулся один гарнитурчик Из сережек и колье Умоляю, не сюсюкай Все Перестал Что для вас и для вашей дамы Моя невеста считает, что этот гарнитур для неё слишком дорогой подарок Разбедите её, пожалуйста, в этом Если я стану доказывать, что этот гарнитур дешёвый подарок Так это будет смешно Но если я скажу, что невесте нужно дарить дешёвый подарок Так это будет ещё смешнее Девушка Послушайте опытного человека По тому, как восходит солнце Можно определить, какой будет день Если ваш будущий муж Такой щедрый ещё до свадьбы То что же будет дальше? Просто кошмар Он забросает вас подарками И сделает ваше совместное существование отвратительно приятным Ну не ломайтесь Вы же видите, мужчина мучается Что вам трудно поносить Колье и серьги? Милый, я не знаю Они и весят и всего полкило И каратов в камешках На четыре мерседеса А чё тут спорить? Есть, правда, и свой минус Кроме вас Ни у кого в городе Больше таких не будет Но со временем вы примиритесь с тем, что вы индивидуальность Да, Аллочка, я думаю, что ты с этим справишься ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодой человек, извините, пожалуйста, я не расслышала вашего имени Катя Катюш, еще арбуз? Ага, нет, спасибо А вы с ребятами работаете? Мама Я-то... Вроде того Вы не пугайтесь Он не настоящий Водяной Я водопроводчик Странно Мне о вас ребята ничего не рассказывали А он внештатный водопроводчик Майя Семеновна Да Понимаете Я... Не понимаю, она даже не попрощалась Могла хотя бы позвонить Ничего не понимаю в женщинах Да вы не расстраивайтесь так Она мне будет звонить Я обязательно передам от вас привет Хотите? Хочу Вы передайте Если ей понадобится Пускай обращается Я помогу В любое время дня и ночи Но зачем же я среди ночи в Англии водопроводчик? Хорошие водопроводчики всегда нужны Конечно Премного благодарен Так вы что, уже уходите? Пора Михаил, вы зря так улыбаетесь Марина уехала, теперь я возьму запашу канталу Мальчики еще арбуз не попробовали Мальчики на диете Понятно? Возьмите Ну что с тобой? Не обращай внимания Как не обращать? Ты же мне не чужая У нас свадьба через неделю, а ты? А я? А я, может быть, жить не хочу Понимаешь? Плохо мне Понимаешь? Ни черта ты не понимаешь Ну что же мне делать? Хочешь, отменим Пойдем в салон Что-то холодает Иди Я сейчас успокоюсь и приду КОНЕЦ ТЯЖКО БЕЗ МАРИНЫ ТЯЖКО БЕЗ МАРИНЫ ПРИДЁТСЯ Она же всю бумажную работу на себе тянула Ну, зато есть и плюсы Все заработанные бабки делим на двоих Какие бабки? Ты что делить собрался? Ой, я тебя умоляю Будут бабки, будут, куда они денутся Главное, что мы с тобой теперь равноправные партнеры Ведь нас же двое, значит все, что заработаем, делим поровну Раздели ноль поровну, все считаешь, позвони Откуда я знаю почему? Заливают и все Я не знаю, такого слова не могу И обычно за каждым не могу, прячется не хочу Сергей Петрович, меня хорошо слышно? Окей Говорю в последний раз Если в течение дня не появится человек и не исправит протечку Я устрою вам личный всемирный потоп В каком смысле? В прямом Узнаю, где вы живете Оплачу соседям сверху ремонт И буду заливать вас до тех пор Пока у вас не появится морская болезнь Понял? Лариска, а как ты сюда вошла? Через дверь А зачем? То есть, что ты тут это делаешь? Цыплят высиживаю Ух ты Работаю я тут, мальчики Пока некоторые опаздывают на полчаса Где шатаетесь? Или рабочий день не для вас? Ты что-нибудь понимаешь? Ну а что тут понимать? Она работает А мы где-то шатаемся Да Потому что рабочий день не для нас А какой рабочий день? Ты что с ума сошла? Что это значит? А это значит, что Маринка передала мне свою часть акции агентства И теперь я Ваш партнер Эл А что? Тихо! Алло Алексей Иваныч Ой, вы мой родной Очень хорошо Вот только что о вас говорила Ой, вы мой Вы мой хороший Ну как самочувствие Долго будете жить? Это хорошо Алексей Иваныч, зайчик Вы б знали, как я здесь мучаюсь А что такое? Вы б меня видели, да на мне лица нет от усталости Да не может этого быть, Ларочка Не может! Ну что вы Я уверен, вы так же прекрасны, как и в СТРА Ох, вы листец Зайка вы моя Алексей Иваныч, вы листец и проказник Ну так как, а? Может все-таки что-нибудь придумаете? Отлично Ну все Жду Целую Ну пока Пока Целую Даша, зайдите ко мне, пожалуйста Звали Значит так Девушка Постарайтесь, пожалуйста Обзавестись гардеробом Соответствующим Должности Секретаря референта Ну уж На крайний случай Белый верх Черный низ А вот От этого Боевого окраса Избавьтесь Немедленно Девушка Здесь не зоопарк Хорошо? Чего? Девушка Девушка У меня Нет времени По сто раз повторять В таком виде Пожалуйста В офисе больше Не появляйтесь Договорились? Сейчас Хорошо Переходим От пряника к кнуту За каждый приход За каждый приход В таком виде Из вашей зарплаты Будет вычитаться Десять процентов Так лучше Ты чё? Пятнадцать Слышь ты! Двадцать На всякий случай Заранее предупреждаю Дойдём До ста процентов И уволена Вопрос? Кстати, Клебанчик Тебя это тоже касается А ну-ка встала И пошла отсюда А ты Клебанчику не изменился Как был В школе Озабоченным кретином Так и остался Тебя разве не говорили Что девочек трогать нельзя? Да Их надо сразу убивать Руку отпусти Ниндзя декоративная Мишаня Немного Для снаходка Мишань читал? Она для нас находка Это как Грыжу себе найти Как Там ваш секретарёныш какой-то Грустный Здрасьте Здравствуйте Кто это? А это наш новый начальник А вы, собственно, по какому вопросу? Я? Да. А, я водопроводчик. А, так это вы, ну, наконец-то. Слушайте, мы вас ждем, ждем, у нас все течет и течет. Сделайте, в конце концов, хоть что-нибудь. Я вам сейчас все покажу. А где ваши инструменты? Инструменты? Да. Вот. Я буквально на секундочку. Я к вам клиента привел. Его проблемы, это мои проблемы. Мои проблемы. Повторяю, мои проблемы, это ваши проблемы. Ваши проблемы, это ваши проблемы. Цепочка ясна? Предельно. Но бесплатно работать мы не будем. Это относится к графе ваши проблемы. Я смотрю, вы в надежных руках, вы с ними построже. Я пойду проверю трубы. Ты же слышала, водопроводчик. Тебе Марина ничего не говорила? Нет. У нас тут все по-взрослому. Это вам, товарищ доктор, не клизмы ставить. Тут клизма сама ищет клиента. Можно? Можно, можно. Прошу, пожалуйста, присаживайтесь. Как откажешь клиенту с такой рекомендацией? Только, пожалуйста, не стреляйте. У меня на пули аллергия, я сразу дырками покрываюсь. Ну, что вы. Я не хотел никого впутывать. Катя сам. Мы одно время работали вместе. Он помогал мне делать первые шаги в бизнесе. Трудно представить лучшего наставника. Вам повезло. Меня зовут Лариса. Познакомьтесь, это мои коллеги Андрей и Михаил. Мы будем рады... Очень приятно. Валерий. Валерий, мы будем рады оказать вам посильную помощь. Катя сказал, у вас проблемы? Да, еще какие. У меня невеста, похоже... Изменяет. Умерла. Примите наши соболезнования. Или не умерла. Я уже не очень молодой человек. Сами понимаете, время проходит. Вот я и решил жениться. Человек я состоятельный, поэтому выбор будущей жены для меня оказался делом непростым. Я говорю не о женщине вообще, а о человеке, который мог бы стать матерью моих будущих детей. И тут мои знакомые посоветовали мне обратиться в брачное агентство. Как она называется? Магазин знакомств. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий Викторович. Присаживайтесь. Ну что ж, вас можно поздравить. Девушка словно по заказу. В каком смысле девушка по заказу? Вы шутник. Я имею в виду, что она максимально подходит под ваши критерии будущей супруги. А, то есть что-то напрягте. А вы расслабьтесь. Вот ее фотография, анкеты и все, 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 что вам необходимо. Я не ожидал такого совпадения интересов, вкусов и вообще… Ну, в принципе, очень же ничего. Внешность – это ерунда. Она из очень строгой семьи. Вы даже себе не представляете. Мы встречались целый месяц, но я ее даже ни разу не поцеловал. Более того, мне ни разу не удалось вытащить ее куда-нибудь вечером. К семи часам я отвозил ее каждый раз домой, в Автово. Мама у нее умерла. Она живет… Точнее, жила с отцом. Натуральный деспот. Когда я первый раз попросил Аллочку о встрече с ним, она наотрез отказалась. Сказала, что этот человек, ей отец только по биологическим признакам, что у них нет общих интересов и что его мнение ее нисколько не волнует. Я настаивал. Сами понимаете, ссоры с ссорами, но без знакомства с родителями нельзя. И я настоял. Посиди тут. Я пойду его подготовлю. Иди, поговори с человеком. Я никуда не пойду. А так иди, поговори. Человек пришел специально к тебе. Не пойду, я не обязан с твоими хахалями знакомиться. Иди, поговори с человеком. Я тебе еще раз говорю, что я не пойду. Лучше меня не заставляй. Ты меня отец или кто, в конце концов? Спрошу, я сама пойду. Нет, ты не пойдешь. Сиди здесь. Я пойду сам. А я говорю, посиди тут. Мы с молодым человеком сами сейчас разберемся. Привет. Ты, стало быть, алкный жених? Здравствуйте. Очень приятно познакомиться. Только не ври. Ничего приятного в этом нет. Короче, мне начхать. Кто ты такой? Мне начхать, какие у вас с алкашуры-муры? Скажу одно. Принесешь в Подоле, на меня не рассчитывай. А теперь? Пошел вон. Пошел вон, я сказал. Пошел вон. Аллочка потом вышла, извинялась долго. В общем, пообщались. Ну, я думаю, что дядька, он, в общем-то, неплохой. Добрый. Воспитал он ее замечательно. Конечно, семейные проблемы наложили свой отпечаток. Аллочка страдала депрессиями. Причем, порой, это ее смурное настроение длилось довольно долго. Простите за нескромный вопрос, вот вы так серьезно относитесь к кандидатуре вашей будущей жены. А зачем вам девушка с такими странностями? Воспитал. 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 Тело не обнаружили. Как это? А когда они проверили ее данные, то выяснилось, что такого человека вообще не существует. Ну нет такой девушки и не было никогда И отца ее, и магазина знакомств Предположим, что существует некая липовая организация Магазин знакомств Она сортирует обеспеченных женихов И подбирает к ним невест Невесты эти не простые, а специально обученные Обученные тому, как влюблять в себя мужчин Тоже мне подвиг Предположим, что одна из невест липовая А зачем я ей липовый отец? И почему ей это самоубийство? Не афера, а глупость какая-то Зато как красиво Прям княжна Без теньки разина В набежавшую волну Под шум волн И под чужим именем Не слишком ли красиво, мальчики? По-моему, слишком Что ты хочешь сказать? Жила эта Алла или не жила А за борт она кинулась в свежекупленных украшениях Не слишком ли шикарная смерть, мальчики? То есть все это ради весюлик? АПЛОДИСМЕНТЫ Весюлики А ты вспомни их цену Крюков же называл На такие цацки до пенсии не заработать АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо Но если тело не найдено Значит оно должно Где-то Всплыть И потом Зачем такие сложности? Можно же взять и просто уйти От этого Крюкова Ага А он бы ныл и конючил А потом потребовал бы весюльки назад Это же свадебный подарок Мишенька А нет свадьбы, нет и шоколадки А после свадьбы? Не знаю Я вообще думаю, что по каким-то причинам Свадьба в ее планы не входила У меня, конечно, есть еще одна мысль Правда, она настолько нелепа Что я пока воздержусь от ее обсуждения Воздержись Съезжу в магазин Где Крюков покупал Алле гарнитур И поговорю с продавцом А почему именно с продавцом? А потому что он единственный Кто видел эту Аллу при жизни Папа, как оказалось Не было в природе А тетка из магазина знакомств Сгинула вместе с магазином А вы... А вы завтра же с утра Прокатитесь-ка на этом теплоходике И за борт ее бросает В набежавшую он И сразу же в офис Бегом Надо помыть окна Ларис, высунь язык Да пошел ты Ну, пожалуйста, умоляю, высунь А еще больше Очень прошу Ааааа Слушай У тебя в роду Гестаповских овчарок не было? Были Ха-ха-ха! И за борт ее бросает В набежавшую волну Люблю тебя, Петра Творенье Да, Мика? Как там? Мороз и солнце, рук прилежные Суд зашляетый, день чудесный Где она могла спрыгнуть? Это же опасно, и вода не южная За такие бабки Миха Фонтанка кипятком покажется Парни, где стоять нельзя Почему? Почему? А потому что есть масли низкие Не пригнетесь, по очки поотревает, а мне отвечат Так что давайте в салон Знаю я, таких мостов три штуки всего И о каждом я могу написать диссертацию Не бойся, пригнемся Напишешь диссертацию? Приходи А пока нельзя А мы пригнемся низко-низко Ниже палубы Ты посмотри лучше, какой город у нас красивый Слушай, Андрюх, я пять лет ночами чертил вот эти пролеты, заклепки, перила Взяточник Стоило изучать эти мосты столько, чтобы меня из-под них гоняли А нафига ему здесь работать, если не гонять таких, как ты? Пригнись, философ Мост помнешь Ого! Слушай, а правда снесло бы Ну а если Она никуда не прыгала А наоборот взлетела А? Да ну В смысле может быть Только это ведь баба В каблуках и в юбке Не Что, на циркачке, что ли? КОНЕЦ Извините, в вашем цирке эта девушка не работает? Нет, не работает. Может быть, вы знаете эту девушку? Взгляните. Я хотела спросить о мужчине, который покупал у вас очень дорогое колье. Колье это лежало там. Да, хорошо. Мужчина в очочках, в белом свитере. Да, да, с вырезом. Залезанные волосы. Глаза немножко такие на выкате. Чуть-чуть. Вы его помните очень хорошо. Да, конечно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам знакома вот эта девушка? Нет, не знакома. Просите там. Здравствуйте. Скажите, а вам не знакома вот эта девушка? Может быть, в трупе у вас работает? Незнакома. Слушайте, вы это серьезно? Девушка, когда я говорю о женщинах из золоти, я сама серьезность. Здравствуйте. Здравствуйте. Ясно. Спасибо большое. Пожалуйста. Привет, тезка. Алло. Миша, вы где? Миша, вы где? Миша. Миша, вы где? Есть еще новости. Я сегодня была у ментов. Мне Маринка сказала, в случае чего, к кому обратиться, они копают это дело вовсю. Знаете, почему? Почему? Потому что это уже четвертое подобное самоубийство за месяц. Будет и пятое. Почему ты думаешь, что будет? Вот это и это. Мы нашли в гримерке. Слушай, это же... А как вы попали вовнутрь? Представляешь, там было не заперто. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Доверие. Слушай, Мишка, зачем же ты их взяла? Вдруг хватится? Не хватится. Сегодня нет вечернего представления. А завтра цирк уезжает на гастроли. Так что звони Крюкову. Едем ловить невесту. Крюкова. 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 Счастье. Крюкова. 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 Валерий, дело в принципе раскрыто. Ваша невеста жива. Ну, слава богу. А может и нет. Что? Во всяком случае, будьте готовы к сюрпризу. Я не люблю сюрпризов. Кажется, подплывает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Дама из магазина знакомств. Смотрите, как здорово получалось. Он выбирал будущих женихов, а те, высказывая свои требования к невесте, сами лепили его героиню. Сначала Аллу, а впоследствии Регину, Зою, Ингу и Юлю. Ну вы сами подумайте, какой смысл трясти одного жениха? Нет размаха. Персонажей было пять. Не считая, конечно, отца Аллы. Это была чистая импровизация. Иди поговори с человеком. Я никуда не пойду. Ну папа, иди поговори. Вот за отца-то я и зацепилась. Мне показалось странным, что отец и дочь появлялись только по очереди. А если еще вспомнить, что Алла была редкой пуританкой и не до трогай, и до свадьбы ни-ни, то возникал вопрос, а был ли мальчик? А вернее, была ли девочка? Между прочим, Кирюша, продавец из ювелирного магазина тебя раскусил сразу. Он просто решил, что это не его дело. А затем наш догадливый друг предположил, что трюк с мостом невозможен без хорошей физподготовки. И тогда мы совершенно случайно отправились в цирк. Наугад. Ведь вы могли оказаться просто спортсменом. Но когда мы оказались в цирке, выяснилось, что паузы между дневными и вечерними представлениями удивительным образом совпадают с расписанием ваших свиданий. Затем, каюсь, мы совершили несанкционированный обыск у вас в гримёрке и появились все персонажи. Вот фотографии. Алла, Регина, Зоя, Инга, Юля. Разумеется, я ни в чём не признаюсь. Вы, ребята, конечно, молодцы. Только я ни разу не нарушил закон. Гримироваться в других людей законом не запрещено. Я артист. Я репетировал. Образ вживался. Дали. Я ни копейки ни у кого не украл. Все эти украшения, которые, прошу прощения, дарили мне эти лохи, они надевали на меня сами. Меня громко-громко упрашивали в присутствии свидетелей. А то, что касается трюка с самоубийством, так это был розыгрыш. Шутка. Киргуду. Слушай, а тебя совесть не мучает? Ведь он же в тебя, в твою Аллу влюбился. Совесть? Надо прислушаться. Нет, не мучает. А то, что влюбился, да здорово. Значит, я хороший актер. Ну, засим, спасибо за беседу. Приятно было познакомиться. Нужны будут контрамарки в цирк. Милости прошу, заходите. Пока. Вы его что, отпускаете? Карать это не наша работа, Валерий. А чья? Чья надо. Вышел. На гороховую, шеф. На гороховую, так на гороховую. Полтинник. Полтинник, так полтинник. Какая радость, Татя. Я думаю, вода запропастился. Ребята, смотрите, что там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто к нам пришел? Какая радость. Водопроводчик. Шампанское. Здрасте. Зашел повидаться. Я надеюсь, вы сдержали слово? Он жив? Михаил, слово это святое. Мы с ним чуть-чуть поговорили, и он все сразу вернул. Нет, я всегда говорила, что водопроводчики... Андрюш. Святые люди. А ваше новенькое мне определенно начинает нравиться. Не уступите? Самим пригодится. Жаль. Девушка, вы подумайте, у нас у водопроводчиков зарплата гораздо выше. А вы знаете, кстати, что водопроводчики это вообще мой идеал мужчины. Таких клиентов приводят. Неужели вам Крюков деньги заплатил? Представляете, заплатил. Странно, мы с ним договорились, что бесплатно. А с него деньги снять, это, знаете ли, работа. А решение этого вопроса относится к графе... К графе наши личные проблемы. Ура. К Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok